Приходится ли нашим женщинам бороться за свои права? Насколько остро для них стоит вопрос социальной защищенности? Как надо решать традиционные женские задачи? Наши героини совершенно разные – бизнес-леди и многодетные матери, руководители и общественницы. Мы разговариваем с женщинами о работе, семье, самореализации, их интересах и проблемах. О том, что волнует женщин Карелии, поговорим в проекте «Женская тема». Добрый день. Сегодня героиня «Женская тема» – артистка театра и кино, заслуженная артистка Карелии, актриса театра и творческая мастерская Ольга Саханова. И поговорим мы о непростой актерской судьбе и нелегкой женской доле. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Мы находимся в зале творческой мастерской. Здесь так непривычно, темно и пусто сейчас. Как ковид отразился на вашей судьбе? Как вы его перенесли, пережили и чем сейчас занимаетесь? Я изолирована была от своего родного дома, этой сцены, этого зала, моих родных зрителей. Вот так отразился грустно, печально. Но, правда, времени не удалось потерять, потому что было много других занятий. Чем вы занимались? Самосовершенствованием. Это были бесчисленные мастер-классы, это записи самопроб, это разборы самопропы. А это очень важная вещь в самотренинге артиста. Честно говоря, я очень рада нашей сегодняшней встрече, потому что вы одна из моих любимых актрис творческой мастерской. И очень хочется с вами пообщаться вживую, не из зрительного зала. Ничто нас, в принципе, не разделяет сейчас. Скажите, пожалуйста, вы с детства решили стать актрисой или это как-то пришло неожиданно? Я не мечтала стать актрисой. Ну, скажем, с шести лет я занималась спортом, художественной гимнастикой. А это же не только спорт. Это была школа изумительная и спортивно-профессиональная, поскольку я была в сборной Карелии. И артистическая, и культурная, потому что она нам давала не только спорт. Это были везде, на каких бы соревнованиях мы не были, на каких бы сборах, куда бы ни ездили. Это были наши музеи, наши концерты. Это было всегда воспитание как бы со всех сторон. Потом неожиданно возник театр-проспект, куда пришел посмотреть наш спектакль. Цветков в то время, не помню год, он был главным режиссером театра драмы и пригласил меня в театр драмы без образования. Я поработала там полгода. После этого Иван Петрович Петров объявил набор по Карелии для театра моего родного творческая мастерская. Куда я, вот прям похвастаюсь, я очень люблю этот момент, я была принята с первого тура. Даже была обижена, потому что я готовилась на второй и третий, но я сказала, ну вы приняты. У вас такие разные роли, хоть и говорят, что это роли второго плана в основном. И эпизоды. Но зато каждая из них какая, она запоминается надолго, остается в памяти у зрителей. Все абсолютно разные по характеру, героини ваши непростые. А вот какая из них самая любимая? Спектакль Васса и роль в ней горничной поле, да? Ну как казалось бы, горничная, что это за роль? И попала-то я на нее случайно. Заболела актриса, попросили походить с текстом вместо нее. А где ответственности нет, там и, господи, там свобода абсолютная. Я даже не работала над ней, я над ней, как человек России, я над ней не страдала. Да, я ее люблю, потому что она это, сейчас я говорю про роль, она нахалка, она та кухарка, которая придет к власти со временем. То есть так получилось, что у меня, не прилагая усилий, как-то вышло отобразить какой-то прям портрет народный. А из болевых очень и любимых ролей это Галя из спектакля «Раз, два, три». Я не могу, тебя ни с кем дели, ты мне весь нужен. Говорю, закончи. Дочкой поклянись. Клянусь. 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 Ой, боже мой, здесь нужно было самоубиться. Уже на репетициях, поскольку героиня так влюбилась в героя, что забыла обо всем на свете. А уж кому из нас это неизвестно, чтобы так полюбить, что себя забыть. Забыть все, ответственность детей, просто все. Вот интересно, режиссеры предлагают вам эти роли случайно или не случайно? Может быть, они видят в вас такой потенциал и такие возможности, которые вы сами еще пока не чувствуете? Именно по характеру. Я очень благодарна режиссеру Филиппу Лоусю. Да, он сказал, что он меня выбрал для этой роли. И больше того, его подход ко мне как актрисе, с таким я не встречалась нигде и никогда до сих пор. Это было так. Все, что ты делаешь, это прекрасно. Я была каждый день уверена в себе, как в актрисе, которую понимает режиссер. Это очень важно для актрисы. Вы в кино пришли. Почему? Оказалось, мало сцены? Так же, как и в театр. За шкирку и сунули. Я думаю, что мы все ходим под небом, и кто-то там руководит людьми. В данном случае огромная благодарность кастинг-директорам, которые смотрят на артистов в глубинке, что называется. Ну, стали приходить мне вот эти запросы. Грубо говоря, ни с того, ни с сего. Алло, здравствуйте, это Александр Хант. Давайте договоримся о встрече. Две секунды я хожу по... Сейчас секундочку. Клево, классно. Да, я готова, когда... Хорошо, да, приеду. Мне Хант позвонил. Это что такое? Я не знаю. Какой Хант в работе? Как легко вам или сложно с ним работалось? Он потрясающий. Ну, да, если можно сказать, вот мой режиссер. Она из главных ролей, мать главного героя. Да, фильм про подростков, но у этих подростков есть мать, родители, которые привели к тому, что происходит с этими подростками. Поиск артистов был огромный. Он тысячи людей отсмотрел, тысячи проб. С самого начала он сказал, да, мне понравилась ваша проба. И я говорю, вы знаете, я мало опыта имею. Полного метра у меня, ну, были, но эпизоды. Вот. Он говорит, да я тоже, как бы, дебютант, у меня только один фильм снят. Ну, сговоримся. А если учитывать, что я еще не смотрела фильм «Чеснок» на тот момент, и ничего не знала, какой он именитый, с кучей побед и так далее по всему миру с этим «Чесноком», то я с ним была вот, ну, как бы, Саша, ну, чего, ну, понравится так понравится. Нет, так и, ну, бог с ним. И как-то мы очень притерлись друг к другу. Вот именно по-человечески, это я потом, когда прочитала, я бы с ним так не разговаривала. Ольга, как-то так получается, что и в театре, и в кино у вас очень непростые женщины, у которых деспотические наклонности иногда, да, проявляются. А сейчас очень актуальная тема – насилие в семье. И далеко не всегда женщины бывают жертвами, они очень часто бывают как раз с другой стороны. Вот вы только что сейчас рассказали, что по отношению к своим детям и к мужьям. Там в советское время это было тоже довольно-таки привычное, да, когда партком решит, кто из нас прав, к невесткам, к детьям, даже к престарелым родителям. И то очень часто получается такое насильственное поведение. Откуда это берется? Откуда берется? Все берется из детства. Деспотичная система воспитания, она, я думаю, что она вековая традиционная в России изначально. Надо ли выносить ссоры из СБ в искусстве? Я считаю, что обязательно. И я не считаю, что это ссор, а беда, беда, болезнь. Как, господи, как алкоголизм. Скажем, взять наш раз-два-три. У нас этот спектакль был заявлен как социальный эксперимент. После этого спектакля предлагалось зрителям остаться в зале и обсудить то, что видели. Я видела своими глазами, что зрители сидят ревут. То есть у многих это как-то вызывало просто очищение какое-то. Многие в неприятие уходят, говорят о том, что ни одного из этих героев, которых мы видели, ни одному из них сочувствовать нельзя. Потому что это фактически зеркало, которое отображает то, что в каждом из нас есть дурного. А плохое видеть не хочется. А плохое видеть не хочется. И хочется заретушировать слегка. После этого спектакля многие приводили своих матерей, своих детей по-новой смотреть этот спектакль, просто чтобы друг друга понимать лучше. Я думаю, что в каждом человеке есть все, весь спектр положительного и отрицательного. Просто в какие условия человек будет поставлен, то и будет проявлено. Смогу ли я в какой-то момент убить? Да, я этим летом сыграла двух убийц, матерей, которые были поставлены в такие условия. Вы их оправдываете для себя? Я всех своих героев оправдываю. Если я не оправдаю, я ее не сыграю. Я доведена, моя героиня доведена до такой степени, что она не видит другого выхода. У которой, ну вот так вот, она мать-одиночка, у которой дочка была как раз полная состыковка с моей, да. Моей дочке 14 лет, у героини дочки 14 лет. Она на какой-то плановой операции у хирурга, который допускает ошибку, и моя дочь погибает у него под скальпелем. Ну все, моя героиня ку-ку совсем, все, я должна отомстить, я выслеживаю этого хирурга, я должна. У него такая же дочь, он продолжает работать, его даже не судят. Ошибку он допустил ценой жизни моего ребенка, я убью его. И вот, как бы, вот одно за другим, вот к этому я прихожу. Это сериал «Свои». Вы поступили бы так же? В «Своих» мне не дали этого сделать, нет, не дали. А в сериале «Московские тайны» я там, да, я двух, что ли, студентов замочила. Да. Собственных студентов. То есть, если будет такая возможность, вы в жизни поступите? Не знаю, нет, не знаю, не знаю, ничего не знаю. Я не могу предполагать, что все, что случится, я не включу здесь разум сейчас. Я не буду загадывать ничего и не как-то проигрывать свое будущее. Не стану этого делать, даже сейчас в этом с вами разговоре. Не зарекайся, да? Ни о чем никогда не буду зарекаться, да. Разъезды, съемки, они требуют очень много времени. И, конечно же, вы с семьей, наверное, разлучаетесь надолго. Как они это все переносят? Моя семья, сразу перечислю, это моя мамочка, это мой потрясающий муж, это мой уникальный старший сын, это моя восхитительная дочь. И есть и сестра, ну, как бы и брат, это, ну, я имею в виду сейчас самых близких. Это мой дар. Господи, спасибо тебе за вот этот дар, потому что такого понимания я не, я не знаю, нигде не встречала никогда в жизни. Они всей семьей меня провожают, они с цветами, с песнями меня встречают, они понимают, когда мне нужно быть одной. Гастроли? До свидания. Езжай. Мы 15 лет вместе уже, вот дочке 15 лет, и у меня не было такой, как я оставлю дочку на мужа? Да он и мать, и отец, он и бабушка, и дедушка моим детям был всегда, и он больше родитель, чем я, наверное. Он удивительный человек, добрейший, щедрейший, мудрый, не такой, как я, как это, там, вот столько, вот столько мудрости у меня, у него просто бездонный колодец, это просто класс. В общем, мне повезло. Мне кажется, вот все, что может загадать любая женщина, не только актриса в своей жизни, вы, наверное, получили. Вы считаете себя счастливым человеком? Я абсолютно счастлива, я абсолютно счастливый человек, и я думаю, что я, может быть, даже не заслужила этого, ну, то есть я не знаю, я каждый божий день думаю, господи, ну, а как так-то, почему? Я не знаю, я не мечтала стать актрисой, но я думаю, что я на своем месте. Не потому, что я больше ничего не умею, я умею, я много чего умею, я боец. Со мной всегда есть те, кто помогут, поддержат и пнут, если надо. В общем, мне везет. Да, я счастливая, очень. У нас есть такая традиция в программе, когда героиня свое небольшое пожелание для телезрителей говорит. Что бы вы сказали, с какими словами бы к ним обратились? Скажу в вашем лице, всем девочкам, любого возраста, любите каждый миг, что бы там ни было. Если вы любите, вы будете привлекать к себе любовь отовсюду, это правда. Спасибо, прекрасное пожелание. Очень хочется увидеть вас на сцене, на экране, так что и вам всего самого доброго. Спасибо. И вы будете любимой и любите. Я тоже хочу увидеть себя на сцене и на экране. Спасибо. 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 Спасибо.